Приветствую вас. Прошу прощения, зачем у нас тут делает ремонт. Я попробую ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Значит, у вас проблема в том, что вам хочется путешествовать и не хочется работать. Вообще-то, если посмотреть на вашу проблему панорамно, да, то есть вот так вот издалека, то я бы пригласил посмотреть на неё немножечко всё-таки с такой стороны, что у вас существуют социальные установки, социальные настройки. Вы пишете, мне крайне сложно осознавать, что я всё время кому-то что-то должна. Вовремя идти на работу, даже на начальство, а достаточно и так далее. Правда в том, что вы не должны этого всего, вы не должны. Вот на самом деле, мы не должны этого. Понимаете, нету долга человека, который хочет заниматься тем, чем он занимается. И его обязанность, вот у вас это обязанность, то, что вы должны там идти на работу и так далее. Это обязанность. Так вот, обязанность человека, который хочет работать, воспринимается нормально, адекватно, положительно. Воспринимается как, знаете, своего рода естественный ход вещей. У вас получается такая ситуация, что вам это стягивается. И это значит, что вам эта работа не подходит. И до того, что вы жили в благополучной семье, и я полагаю, что, ну, привыкли к определённой свободе, может быть, привыкли к определённой самостоятельности, вам не нравится, что вы кому-то должны, и это ваше право. Ваше право, ну, не хотеть, не желать того, чтобы быть от кого-то зависимым. А вы, к сожалению, зависимы, когда речь идёт о, вот, подобных отношениях. И это означает, по сути, что вы не чувствуете себя свободной. Не чувствуя себя свободной, нельзя говорить о том, что вы будете счастливы. Это означает, что подобная работа, которую вы выбрали для себя, вообще-то говоря, вам не подходит. Да, она стабильная, да, она может быть, там, удобная, но она вам не подходит. И, соответственно, ну, она подходит над тем, чтобы всё-таки немножечко, ну, другую работу себе подыскать. Например, работа со свободным гражданом, или, например, работа только для себя, работа из любой точки земного шара. Вы понимаете, если вы, например, будете работать из дома или просто на компьютер, то проблема тех моментов, которые вы описываете, то есть, по сути, проблема привязки к определённому месту деятельности вашей. Но уйдёт. Потому что на самом деле, на самом деле, вы будете работать тогда и столько, сколько вы посчитаете нужным. И это будет правильно, это будет для вас естественно и нормально. То есть, вам нужно всего лишь пересмотреть свои взгляды на то, как бы вы хотели, чем бы вы хотели заниматься и так далее. То есть, основная проблема у вас сейчас не в том, что вы не хотите вообще работать и не знаете, чего делать. Основная проблема заключается в том, что вы привязаны к определённому месту работы, вы не чувствуете себя свободным. И для того, что вы не чувствуете себя свободным, по всему делу нету свободных ресурсов, нету того непринуждённого состояния, которое нужно, необходимо для формирования желаний чем-то себя занять. Это связано, опять же, тем, что, понимаете, если бы вы были свободны, если бы вы делали то, что вам хочется, у вас были бы необходимые условия для формирования в себя именно желания что-то делать. Потому что вы знаете, что вы хотите или не хотите, должны что-то делать. Но, естественно, вам этого делать не хочется. Исходя из вышесказанного, можно немного, как бы, продолжить мысль и задать вам такой вопрос. Как был осуществлён выбор вот той работы, которой вы сейчас занимаетесь? То есть, кто это выбрал за вас? Выбрали ли это вы или выбрали ли это ваши родители? Если это выбрали они, то почему они это выбрали? Что мешало выбрать, собственно говоря, вам то, что вам нравится? Возможно, что вы имеете место быть некие такие семейные установки, следования ожиданиям родителей, которые, может быть, от вас чего-то ждут, и вы не хотите их разочаровывать в этом, что у вас есть желание сделать то и так, чтобы родители были довольны. И в этом случае нужно понять, что вы двигаетесь не по своему пути. В этом случае нужно понять, что вы, вообще-то говоря, идёте по пути ценностей других людей, не своих, к сожалению. И это для вас, безусловно, очень плохо и негативно. Потому что, ну, двигаясь к тому, чего хотят от вас другие люди, а не вы, будут у вас, к сожалению, проблемы. То есть, этот момент тоже нужно вам как-то разобрать. То есть, хотя бы для себя ответить на эти вопросы. Почему-то, как получилось, что вы позволили себе заниматься тем, что вам не очень нравится и так далее. Для чего и почему вы это делаете? Далее вы пишите о том, что вы хотели бы путешествовать, но вот сами для себя почему-то не считаете возможным это делать. То есть, для вас путешествие это то, что вы хотите, но, что-то, знаете, такое запретное, да, недостойное вас. И, в общем-то, вы чувствуете, что вы к этому не придёте, это не для вас. Соответственно, имеет место быть подавленное желание, то есть вы стараетесь постоянно подавить свои желания, чтобы делать то, что правильно. У вас есть в вашем сообщении такая фраза, значит, что нужно думать о будущей семье, о будущем доходе. И, собственно, вы не замуж. У вас штатов, то есть вы, по сути, хотите сказать, что вам не думать о будущем, чтобы уже выходить замуж и чтобы обзаводиться семьёй. Вы говорите, что нужно думать. Вот тоже не очень понятно, нужно кому. То есть, если говорить о том, что нужно, например, вам, вы этого не узнаете, пока не увидите своего мужчину. Пока именно своего мужчину вы не встретите, как бы думать о том, что у вас будет семья, думать о семье не имеет смысла. Это, я бы сказал, в большей степени неправильно. Потому что получается, что вы сами себе создаёте образ некой идеальной семьи, под которой вы будете стремиться подогнать, собственно, имеющегося у вас мужчину на тот момент. А подгонять никого, на самом деле, не нужно, потому что из этого, опять-таки, хорошего не выйдет ничего. То есть, вы, когда встретите своего мужчину, и когда, и если вы встретите своего мужчину, вопрос о замужестве будет обсуждаться естественным путём, как бы сам по себе, и проблем у вас таких не будет. Вполне возможно, что ваш мужчина будет разделять ваши взгляды относительно, например, того, чего вы хотите. То есть, вполне возможно, что ваш мужчина, так же, как и вы, будет хотеть путешествовать. И так же, как и вы, будет работать из дома, и, собственно, не желать быть привязанным к каким-то конкретным местам. И это совершенно нормально, это его право. Его право так поступать. Но пока вы, как будто, пытаетесь следовать какой-то установленной заранее вам программе. Для чем, для чего, кому это нужно, я думаю, что это, скорее всего, реакция на отношения родителей и на то, что они вам нужили. Но родителям нужили вам то же, что по сути важно и интересно им, не вам. И вот этот момент его желательно очень хорошо понимать на самом деле. Потому что родители, да, может быть, желают вам счастье, но при этом они желают вам счастье так, как они его понимают. А вот это свой взгляд на то, что вам нужны для счастья. И в данном случае мы имеем дело не с счастливым человеком, коим вы, наверное, должны являться, по мнению родителей. А мы имеем дело с человеком, который, подавляя свои желания и подавляя свои желания, является несчастным. Соответственно, возникает вопрос, зачем вам так делать? Что бы хорошего из этого для себя, как бы, извлечить? Ничего. Родители. Если у вас есть страх, собственно, страх, например, осуждение от права родителей, вот, например, что-то такое, вот, если у вас есть, то с этим, конечно, нужная работа. Потому что родители осознанно или неосознанно, они привили у вас вот это вот желание, это вот, я бы сказал, такое, знаете, стремление им угодить. Может быть, даже посознательно ему угодить, может быть, даже не осознанно вы это делаете, но, тем не менее, вы это делаете. Вот это самое плохое, самое такое, знаете, скверное во всем том, что вы описываете. Потому что, в принципе, все остальное можно как-то разрешить. А, в принципе, все остальное можно, как бы, ну, можно осознать. Можно осознать, например, тот факт, что вы действительно никому ничего не даст. Можно осознать тот факт, что вы умный человек, и что вы можете организовать свой труд так, чтобы он соответствовал вашим желаниям и вашим, вообще говоря, представлениям о мире. Но сложнее всего будет переформатировать детско-радистовские отношения. А как бы отграничить себя от них, от детско-радистовских отношений, вот это будет, наверное, сложнее всего. Но и это возможно, если у вас будет желание для того, чтобы это делать. Возможно, на самом деле все. Абсолютно все. Возможно, было бы у вас желание все это делать для достижения этих целей. Итак, ага, мы с вами, я надеюсь, пришли к определенному выводу теперь, что действительно не стоит свои желания подавлять. Действительно не стоит, не нужно думать, что вы делаете все это неправильно, желая путешествовать. И если вы считаете себя, ну, должником, это значит, что вы не на своем месте. Чтобы понять, чем вы хотите заниматься, нужно время, нужно побыть в уединении и прислушиваться к своим желаниям. У меня с вами складывается такое ощущение, что вы к своим желаниям не прислушиваетесь вообще. Вы абсолютно к своим желаниям не прислушиваетесь. Ну, потому что, наверное, вас не приучили. Вас, возможно, приучили к тому, чтобы вы делали то, что вам сказали. То, что правильно, то, что верно, то, что нужно работать на обеспеченной работе, на подумать о создании семьи и вот все-все-все. Но это не ваше желание. И это все у вас будет и так. Но если на протяжении долгого времени вы уже чувствуете, что хотите путешествовать, это значит, что это то, что вам нужно. И если вы это свое желание реализовывать не будете, то вы будете несчастны. А если вы будете несчастны, то и люди, которые будут с вами, тоже будут несчастны. Ваш муж, дети тоже будут несчастны. И не думаю, что вы хотите сделать их таковыми. Это то, что касается данного аспекта. Я думаю, что нужно упомянуть еще и то, что у вас, возможно, отсутствует такое, знаете, понимание на интуитивном уровне, на уровне, вот, четко причинно-все-все-все, связи с филонизмом, для чего нужно работать. То есть, вы не знаете, для чего вам нужно, для чего вам необходимо работать. Для этого нужно почувствовать, что вы действительно не имеете средств к существованию. Если вы жили в семье обеспеченной, то, скорее всего, эта проблема для вас не стояла так остро. И нужно, вот, если вы хотите жить самостоятельно, то нужно действительно жить самостоятельно. Но для формирования у себя мотивации работать, нужно ощутить, что такое не иметь денег. Если вы это уже делали, значит, тогда у вас есть блок, который мешает вам изменить свой подход к работе. Скорее всего, это страх осуждения со стороны ваших родителей. Но это неуверенность в себе, это отсутствие личных границ, и с этим можно вполне работать. На этом, наверное, можно закончить, прошу прощения. Если у вас какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, я помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok